Вот и подошел, дорогие братья и сестры, к концу периода Адвента. Сегодня мы с вами переживаем Его четвертое воскресенье. Вплотную мы приближены к тайне Рождества, к тайне Бога воплощения, к тайне события, которое, наверное, не может сравниться по своей значимости ни с одним другим историческим земным. Осознаем ли мы это, приближаясь к Рождеству? Сегодняшняя Литургия Слова, которая предлагается Церковью, даже по содержанию Евангелия уже, можно сказать, практически рождественское, потому что Евангелие сегодня дает нам возможность созерцать Благовещение. Тот момент, когда к Пресвятой Богородице приходит Архангел Гавриил. Поэтому сегодня Он, главное действующее лицо, конечно, прежде всего Пресвятая Богородица, но мы сегодня смотрим на Ангела и как бы вместе с Богородицей слышим то, что Он говорит. А говорит Он очень важные вещи. И даже, наверное, вещи страшные и жуткие. Представьте услышать. Зачнешь от Духа Святого и родишь Сына, который наречется Сыном Божьим. Каково услышать это простой девушке? Вот это только самое начало тайны, к которой мы приближаемся. Дальше произойдет самое главное. Но пока на этом мы остановимся и поразмышляем, что было в этом приветствии Архангела Гавриила для Богородицы. Что оно содержало? Мы это называем Благовестием. Но выглядело это так для нее при первом столкновении с этой Благой Вестью? Не выглядело ли это как поручение, которого выполнить невозможно? Не так ли порою, дорогие братья и сестры, видится нам наша жизнь в ее преддверии, когда мы уже, находясь в жизни взрослой, со страхом, с трепетом и тревогой взираем в наше будущее? Мы не знаем, что ждет нас и наших детей. И, конечно, нам, безусловно, интересна реакция Богородицы, реакция Марии. Как отвечает она ангелу, как она принимает это, можно сказать, великое, огромное и жуткое в этой своей огромности задание от Бога. А она принимает его в простоте, вероятно, даже особо не задумываясь, каково оно на самом деле по величине, как произойдет Рождество, каково это выносить Сына Божия в своем чреве, каково пустить Его на свет и как сберечь Его в этой тревожной жизни. Она отвечает лишь одно – «Величит душа моя Господа». А перед этим очень кротко – «Се, я раба Господня, да будет мне по слову Твоему». «Я раба Господня, да будет мне по слову Твоему». В этой фразе, в этом ответе заключается глубокая вера. Вера очень простая, но настолько твердая и, не побоюсь тавтологии, уверенная, что она позволяет Пресвятой Богородице без мысли о последствиях принять призыв Бога, не вдаваясь в подробности, не выставляя условий, не пытаясь найти какие-то крючки, зацепки, гарантии, примечания, которые бы помогли так или иначе эту миссию выполнить. Она исходит только из одного – «Я твое создание, я твое творение, в конце концов, я раба твоя, и если ты мне даешь эту миссию, значит, ты ее и будешь помогать мне осуществлять». Может быть, даже по-детски наивно звучит этот вопрос. Но именно таковыми должны быть отношения Бога и человека. Ведь недаром мы называем Бога Отцом, Отче наш. Простота эта диктуется тем, что мы не можем знать мысли Бога. Мы не можем познать целиком Его замысел. Мы не можем участвовать или корректировать этот Его замысел. Мы сами – часть этого замысла. Мы включены в него. Мы вписаны в эту историю и являемся ее участниками. Безусловно, можно сказать, с помощью нас она совершается. Но Творец всего – Бог. Все им живет и движется и существует. И это в простоте своей понимала Дева Мария. Поэтому она не задумывается о тревожащих и, быть может, пугающих последствиях своего согласия. Она лишь уповает на Бога. «Если Ты мне дал эту жизнь, если Ты предположил для меня такой путь, значит, я его пройду, значит, это мой путь». Вот это подход к жизни как к дару. И Пресвятая Богородица учит нас этому. Так или иначе, каждый из нас в жизни к чему-то призван. И мы порою не знаем, как это осуществится. Но у нас есть сейчас шанс научиться повать, возлагать свою надежду на Бога, сказав «Я раб Господень, да будет мне по слову Твоему». Итак, дорогие братья и сестры, как я уже сказал, мы фактически закончили период Адвента. Каждый по-разному пережил его, каждый по-разному ощутил свою близость с Богом, свою принадлежность к Церкви. Наверное, у многих не получилось что-то, что планировали. Так бывает каждый год. Но давайте осознавать, что важно слушать Бога. Только слушающий Бога, в конце концов, пристанет к той спасительной пристани, на которой Он ждет нас. Только следуя Его зову, мы не собьемся со спасительного курса. Поблагодарим Бога за то, что у нас получилось. Если в это время нам удалось действительно совершить акт покаяния и услышать над собой, «Я прощаю тебе грехи», и пережить это с особой силой, ощутив прощение Божье. Если мы в это время ощутили особое значение для нас Евхаристии, тело Христово, которое мы принимаем как пищу, и поняли, что только наш Господь дарует нам Себя целиком в святом причастии. Если мы ощутили боль другого человека, приобщившись с его проблемам, страданиям, нуждам, и помогли каким-то образом, чтобы это страдание хотя бы уменьшилось, таким образом мы хоть чуть-чуть научились подражать Христу. Вот это те самые следы, о которых мы говорили с вами и размышляли в прошлое воскресенье, следы присутствия Бога в нас. Потому что вот эти побуждения, пусть даже через «не хочу», пусть даже через сопротивление нашей ленности, маловерия и скептицизма, пусть даже через это, но Господь пробивал и не такие стены и панцири. Через это Он с нами. Поблагодарим Его за то, что Он помог нам пережить этот адвент с Ним. Если же не получилось, если же не проявили мы должного терпения, упорства и веры, будем просить Бога, чтобы хотя бы в эти последние дни Он посетил нас с какой-нибудь спасительной мыслью, чтобы Он позволил нам хотя бы в преддверии Его Рождества подумать над этим событием поглубже, осознать Его, остановиться на миг, побыть в тишине, дать себе возможность прочувствовать глубину и величину тайны в преддверии которой находимся. Еще можно что-то сделать, потому что для Бога не бывает потерянных возможностей. Мы можем их потерять, но если вовремя обратиться к Нему, дорогие братья и сестры, Он дарует надежду и веру. Я поздравляю вас с наступающим Рождеством, желаю вам хорошо провести его, желаю вам духовного наполнения этих дней, желаю счастья, света, добра, любви в ваших домах, среди ваших близких. И давайте еще побудем в тишине в эти последние дни Адвента, чтобы приобщиться к спасительной тайне, к которой мы находимся уже почти вплотную. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok